Есть всего два типа языков программирования. Те, на которые люди все время ругаются, и те, которые никто не использует. Бьерн Страуструб. Ну да, конечно, кому как не Бьерну оправдываться таким образом за свой высер. Шучу. В любом случае, мой любимый язык программирования, каждый подзаборный любитель баварских сосисок намеревается грязюкой палить. Поэтому ему нужен настоящий и твердейший защитник. Потому что доколе всякая шваль в этих ваших интернетах будет обижать мой нежнейший джаваскриптик. Ладно, давайте отойдем от негатива. Я никого не осуждаю и не хочу оскорблять. Каждый имеет право на свое мнение. Даже на абсолютно дегенератское. Например, старперы, которые застряли в 2К5 и от которых аж через монитор воняет ублюдскими офисами джавистов, они до сих пор уверены, что индустрия с того времени не изменилась. И что джаваскрипт до сих пор годится только для того, чтобы сопливые анимашки по экрану двигать туда-сюда. Нет. JS, между прочим, самый популярный язык среди басурманской айти-аристократии. Заявления о фиговости джаваскрипта выглядят просто потешно на фоне огромных толп высокотехнологичных элитарных господ, которые выбирают этот инструмент. Говорить, что JS плох, это все равно, что сомневаться в профессиональных качествах всех тех людей. И это вдвойне сочно, когда таким вот методичным обмазыванием фекалиями занимаются люди, которые являются рядовыми линейными программистами. Или очереднярами в простонародье. Там типа в гуглах, фейсбуках боребухи какие-то сидят, а мы вот такие вот молодцы, считаем, что круче них и их выбор осуждаем. Лично для меня загадка, почему так происходит. Походу, кто-то, как всегда, в интернете не прав. А я же тем временем нагло прикрываюсь авторитетом огромного джаваскрипт-сообщества и говорю, что JS это благодать для моих одухотворенных пальчиков. Толпа ошибаться может. Но вот только когда эта толпа поголовно-технически продвинутая и отвечает за функционирование бизнеса, в котором крутятся громадные бабки, как-то появляются сомнения, что они не разбираются в том, что делают. И тут появляется какой-то бородатый Алешка из интернета и рожу кукурузит. Дескать, никогда он не будет на этом кодить, потому что это для лохов, а джава для настоящих мужиков. На такие выпады хочется пальцем у виска покрутить. Дурашка, что ли? Где объективность и аргументы? Где вообще что-то, кроме пустой эмоции отвращения? Так что это первая позиция тотального превосходства JS. Он является выбором элитной хай-тек-аристократии. Вторая позиция – это инфраструктура. У нас есть супер-классный пакетный менеджер, таскранеры, сборщики, трансляторы, которые решают все врожденные проблемы языка и позволяют ему быть гибким, как штанинная змея в холодной воде. Чтобы не быть голословным, посмотрите на это. Спойлерну – это JSX. Специальное расширение JavaScript. Офигенски удобная штука, используется в React. Транслятор потом превращает это все в чистый JavaScript код, высокоэффективно манипулирующий дом деревом. И как бы это все позволяет разрабатывать по-новому? Без инструмента, который занимается трансляцией, достичь такого же результата довольно сложно. Вам бы пришлось вместо JSX такую вот фигню городить. Кроме того, вы самостоятельно можете расширить синтаксис JavaScript через Babel. Статью с примерчиком оставлю в описании. Вот чувствую же, что какой-то пес шелудивый пишет в комментариях, что кока-копа, напишут своих расширений, потом фиг разберешься, что происходит в коде. Чувак, если для тебя сложно заглянуть в конфигурационный файл транслятора и почитать, какие расширения подключены, то у тебя проблемы. Ты вообще, когда жрешь с первого раза в рот ложкой попадаешь? Надеюсь, что да. Как я уже говорил, все эти инструменты, помимо обеспечения гибкости, еще и убивают древние недостатки JS. Теперь поддержка старых браузеров не такая уж и проблема. Формирование модулей не проблема, подключение чужих библиотек не проблема. Проблем нет. Кроме хреновой горы конфигов, потому что все эти трансляторы и сборщики нужно настраивать. А вот на самом деле и эта проблема не проблема, потому что есть инструменты, которые генерируют дефолтные конфиги или работают вовсе без них. Вот так-то. А теперь по поводу моментов, которые касаются непосредственно самого языка. Мне он нравится за то, что представляет собой объединение ряда концепций, от которых у меня шишка твердеет и которых мне сильно не хватало в других языках. В первую очередь это врожденная асинхронность. Я очень рад, что теперь, когда я нажимаю на кнопку своего приложения, оно не виснет на время выполнения какого-нибудь запроса. И я просто в восторге от того, что для этого мне обычно не надо манипулировать какими-то специальными сущностями, вроде потоков. Как же это все-таки было неприятно на C Sharp до выпуска TPL заботиться о потоках и их безопасности только для того, чтобы мое трехстрочное Windows Forms приложение не висло после любого действия пользователя. Я начинаю что-то программировать с целью решить определенную проблему, и я хочу думать только о решении этой проблемы. Я не хочу распылять внимание на всякую инфраструктурную дичь, и Джесс мне это дал. Во вторую очередь это динамическая типизация. Да, она мне нравится больше статической, потому что она мне позволяет намного эффективнее пилить фигню на коленочке, чем я обычно занимаюсь. Ее сильно критикуют за то, что можно легко потерять контроль, и дебажить потом целую неделю придется. Но если честно, у меня такой ситуации ни разу не было. Хотя и доводилось работать с довольно большими системами. Но даже с таким недостатком при динамической типизации мне не надо заботиться о кастах типов, не надо плодить перегрузки и никаких дженериков. Как я уже говорил, я не хочу распылять внимание на всякую инфраструктурную дичь, я хочу решать поставленную задачу. В третью очередь это функциональность. На минуточку, я не говорю, что JS функциональный, я говорю, что он имеет прекрасно работающие функциональные фичи, и это хорошо. Потому что я хочу делать Map, Filter и Reduce, обмазываться Object Freeze, юзать Immutable.js и создавать условно чистые функции ловким движением руки. И совать их везде, без использования всяких левых сущностей типа делегатов. И при этом я не хочу разбираться, что такое монады, у меня есть как бы и дела поинтереснее. Так, ребятки, хронометраж не резиновый, потом еще видос подобный сниму, только с более подробным разбором. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить, ведь у меня еще остались, так сказать, тузы в рукаве. Сори за бомбеж, без него сложно. Если вам что-то не понравилось, или вам есть чем дополнить видео, вы можете это сделать как в комментариях, так и мне лично голосом сказать в нашем дискорд-канале. Кроме того, там периодически всякие ивенты интересные происходят. Например, участники сообщества решают задачки с Codeverse в прямом эфире, или специально обученные спикеры периодически проводят доклады. Так что не стесняйтесь, заходите, общайтесь друг с другом и со мной. Всем спасибо, ребятки! Субтитры сделал DimaTorzok